Радио «Звезда» Радио «Звезда» Александра замышляется кем-то из высшей аристократии и даже из лейбгвардии, но среди рук, тянувшихся к императору, нельзя было отличить дружеских от вражеских. Тот, кто ползал перед ним на коленях, мог неожиданно выпрямиться и нанести коварный удар. Но так как полиция хранила упорное молчание, приходилось ждать и полагаться на милость Божью. Однако вскоре опасения рассеялись, государь приказал, чтобы все оставалось по-прежнему и прием должен был состояться. Наступил день Нового года. Билеты на право входа в Зимний дворец были распространены, как обычно. Я получил их целый десяток от своих учеников, которые настоятельно советовали мне полюбоваться этим редким зрелищем. В семь часов вечера двери Зимнего дворца растворились, и публика хлынула в него. В то время как народ заполняет залы дворца, государь и государыня, окруженные великими князьями и великими княгинями, принимают обычно в Георгиевском зале дипломатический корпус. По окончании этого приема двери Георгиевского зала распахиваются, начинает играть музыка, и император под руку с супругой французского, австрийского, испанского или какого-нибудь другого посла входит в зал. И тотчас же приглашенные расступаются точно от хлынувшие волны Черного моря, и император проходит среди них. Именно в этот момент, как говорили, на царя и будет сделано покушение, и нужно сознаться, что выполнить это было бы очень легко. Из-за этих слухов я с особым любопытством ожидал появления императора, полагая, что у него будет такое же печальное выражение лица, как в царском селе. Представьте же себе мое удивление, когда я увидел открытое, веселое, смеющееся лицо Александра. Впрочем, так он обычно держал себя в ожидании серьезной опасности. В десять часов вечера, когда Эрмитаж был полностью освещен, туда пригласили всех лиц, имевших билеты на бал. Я был в числе этих счастливцев и вслед за ними поспешил в Эрмитаж. У дверей его стояло двенадцать негров, одетых в богатые восточные костюмы. Они сдерживали напор толпы и проверяли пригласительные билеты. Войдя в театр Эрмитажа, я подумал, что попал во дворец фей. Представьте себе огромную залу, потолок и все стены которой убраны хрустальными украшениями самых различных форм. За этими украшениями скрыты от восьми до десяти тысяч разноцветных лампионов, свет которых дробится, преломляясь в кристалле и заливая чудесную декорацию – сады, цветы, баскеты. Присовокупите к этому дивную музыку, и вам покажется, что вы находитесь в искрящемся тысячью огней волшебном дворце. В одиннадцать часов музыка и трубы возвестили о прибытии императора. Тотчас же все великие князья и княгини, послы с женами, фрейлины и придворные чины, сели за стол, находившийся в центре помещения. Прочие же гости, среди которых было около шестисот человек из высшей знати, разместились за двумя другими столами. Один только государь не садился. Он обходил столы и обращался то к одному, то к другому гостю, который отвечал ему сидя, как того требовал этикет. Не могу передать того впечатления, которое произвели на всех присутствующих император, великие князья и блестящий двор в золоте, шелках, бриллиантах. Что до меня, то я никогда еще не видел ничего подобного. Я бывал на наших французских придворных балах и должен сказать, вопреки своему патриотизму, что русские балы значительно превосходят их своим блеском. По окончании банкета все отправились в Георгиевский зал. Танцы снова начались здесь с полонезом, который по-прежнему возглавлял государь. Вскоре после этого он уехал. Приглашенные стали постепенно расходиться. Во дворце было 20 градусов тепла, а на дворе столько же мороза. Таким образом, разница в температуре достигала 40 градусов. Во Франции сразу бы узнали, сколько человек стали жертвами столь резкого перехода от тепла к холоду. Но в Петербурге об этом молчат. А потому за веселыми праздниками не следуют печальные будни. Мы читаем главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Благодаря слуге, ожидавшему меня, мехам, в которые я был закутан и хорошо закрытым саням, я достиг вполне благополучно своей квартиры на Екатерининском канале. Суровой зимой 1825 года не приходилось опасаться оттепели. Стояли крепкие морозы, и на Неве против французского посольства стали строить многочисленные балаганы, занявшие все пространство между двумя набережными, а расстояние между ними превышает две тысячи шагов. Одновременно воздвигались ледяные горы, но, как это ни странно, они менее изящны, чем такие же горы в Париже, хотя и послужили им образцом. В вышину они имеют около ста футов, а в длину около четырехсот. Делают их из досок, на которые попеременно льют воду и набрасывают снег, пока не образуется слой льда толщиной дюймов в шесть. Здешние салазки напоминают собой лотки, на которых уличные торговцы продают свои товары. В публике снуют люди с подобными салазками в руках, предлагая прокатить желающих. Когда находится такой любитель, он поднимается по лестнице наверх горы и садится на салазки спереди, а катальщик сзади. Последний управляет ими с большой ловкостью, которая тем более необходима, что с боков горы ничем не огорожены и салазки легко могут свалиться вниз с большой высоты. Спуск на них стоит всего одну копейку, иными словами, менее двух лярдов на наши деньги. Прочие развлечения напоминают, в общем, народные гуляния на Елисейских полях. В Петербурге тоже дают представление силачи, тоже показывают восковые фигуры, а также великанов и карликов, и все это сопровождается оглушительной музыкой. Насколько я мог судить, жестикуляция и приемы, при помощи которых зазывало приглашает публику, очень похоже на наши. Хотя в этом, конечно, сказываются национальные особенности. Представление, имевшее, как мне показалось, наибольший успех, состоит в следующем. На сцене отец с нетерпением, ожидающий своего новорожденного сына, которого должны привезти из деревни. Появляется кормилица с ребенком на руках, до того запеленатым, что виден только его черный носик. Отец в восторге от своего наследника, который как-то странно рычит, и находит, что тот, как две капли воды, похож на него самого и такой же ласковый, как и его мать. При этих словах появляется мать ребенка и слышит комплимент, сделанный ей мужем, который приводит к спору, а спор к ссоре. Ссора переходит в драку, причем оба родителя тащат каждый в свою сторону несчастного младенца. При этом он выпадает из пеленок и оказывается медвежонком, которого публика встречает бурными аплодисментами. Отец начинает догадываться, что ему подменили ребенка. Ночью в последнюю неделю святок на улицах Петербурга появляются ряженые, которые ходят из дома в дом, как это принято в наших провинциальных городах. Наиболее часто встречающийся костюм ряженого состоит из долгополого сюртука, сильно накрахмаленные сорочки с большущим воротником, из парика с буклями, громадного жабо и маленькой соломенной шляпой. Эту карикатуру на парижанина дополняют брелоки и длинные цепочки, висящие на шее щеголя. Однако, как только маска бывает узнана, свобода обращения с ней пропадает, этикет вступает в свои права. Какое-нибудь поле шинель вновь становится сиятельством или превосходительством, что уже не позволяет шутить с ним по-прежнему. Что касается простого народа, то, готовясь к рождественскому посту, он пьет и ест в три горла. Но как только наступает канун поста, переходит от обжорства к такому строгому воздержанию, что при первом же ударе церковного колокола все остатки трапезы выбрасываются собакам. Все разом меняется. Чересчур вольные движения превращаются в крестные знамения, а разгульные песни – в молитвы. Перед иконами зажигаются свечи, а полупустые церкви уже не могут вместить всех молящихся. Но, как ни блестящие теперешние празднества, они не выдерживают никакого сравнения с теми, какие бывали прежде. Так, например, в 1740 году императрица Анна Иоанновна решила затмить своих предшественников и устроить такой праздник, который был под силу разве что русской императрицы. Она приурочила к нему свадьбу своего шута, и по этому поводу было велено губернаторам прислать в Петербург по два представителя всех подведомственных им народностей в их национальных костюмах и на обычных для них средствах передвижения. Приказ императрицы был тщательно выполнен, и к назначенному дню в Петербурге собрались представители ста различных народностей. Некоторые из них едва были известны даже по названию. Здесь были камчедалы и лапланцы, одни в санях, запряженных собаками, другие в санях, запряженных оленями, калмыки с их коровами, бухарцы с верблюдами, остяки на лыжах, светоголовые финны, черноволосые кавказцы, украинские великаны, пигмеи-самоеды, башкирцы и так далее, и тому подобное. По прибытии в столицу каждому из них отводилось место под знаменем, соответствовавшим географическому положению губернии, которую он представлял. Знамен этих было четыре. Одно обозначало весну, второе — лето, третье — осень, четвертое — зиму. Однажды, когда все представители оказались в сборе, было устроено их шествие по улицам Петербурга. И хотя эта процессия повторялась каждый день, она никак не могла насытить всеобщего любопытства. Наконец настал день свадебной церемонии. После службы в дворцовой церкви новобрачные отправились в сопровождении своей шутовской свиты во дворец, который приказала выстроить для них императрица. Дворец этот, целиком сделанный изо льда, имел в длину пятьдесят два фута, а в ширину двадцать. Все украшения, и наружные, и внутренние, вся мебель и посуда, столы, кресла, подсвечники со свечами, тарелки, статуи, даже кровати — все было из прозрачного льда, отделанного под мрамор. У дворца стояло шесть также ледяных пушек, из которых одна, заряженная полутора фунтами пороха и ядром, приветствовала выстрелом новобрачных. Самым любопытным в этом ледяном дворце был колоссальный слон, на нем сидел перс, а по бокам стояли двое слуг. Этот слон, оказавшийся более счастливым, чем его собрат из Бастилии, извергал из своего хобота днем в воду, а ночью огонь. По обычаю всех слонов он время от времени испускал крик, слышимый во всем Петербурге. Этот крик издавали десять человек, помещавшихся у него внутри. Зимой 1825 года было еще меньше увеселений, чем обычно. Причина эта крылась во все возраставшей меланхолии императора Александра, которая передалась его приближенным всему двору и даже народу. Поговаривали, что уныние царя было следствием угрызений совести. Поэтому мы расскажем подробно о том, чем они были вызваны. Мы читали главы из романа Александра Дюма «Учитель фехтования». Ваши любимые книги каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать.